Здравствуйте! Приветствую всех в эфире тележурнала Станица. Надеюсь, за 10 минут мы расскажем вам самые интересные и познавательные факты и события из нашей окружающей жизни. Будем вместе! Качественные лекарства? Такая проблема существует и в ветеринарной сфере. На страже здоровья братьев наших меньших стоят инспектора Россельхознадзора, которые проводят плановые и внеплановые проверки в ветаптеке клиник. О таком мероприятии в Таганроге следующий материал. Рыжик получил повреждения в драке с соседским котом. Рана долго не заживает. К нам пришел пациент. Нарыв на хвостике. Посмотрим. Нарыв на хвостике. Давайте на ярохируем. Нарыв на хирургии. Проходите. К больницу пришел, да? Он очень рад. Мяу не мяу, а лечиться придется. Необходимые лекарства имеются, но их качество и условия хранения проверяет строгий инспектор. Маркировка. Необходимые сопроводительные документы должны быть на все, что хранится и продается в этом заведении. Сейчас проверяем корма. Наличие ветеринарных сопроводительных документаций на корма. Сроки годности. Клиника «Зебра» работает с 2002 года, и ее сотрудники хорошо знают требования ветинспекции. Но все не ущешь. Если находят какие-то недостатки, мы их сразу устраняем, консультируемся. Ну и следуем всем правилам, инструкциям, которые положены. Сейчас в обороте много фальсифицированных лекарств. Как для людей, так и для животных. Последствия предсказуемы. В лучшем случае больной не получит помощи, а иногда псевдолекарство может и навредить. Поэтому строгость таких проверок всегда оправдана. Для чего это делается? Для того, чтобы пресечь торговлю, розничную оптовую торговлю, препаратами фальсифицированными, препаратами, пришедшими в негодность, а также препаратами для животных, которые являются незаконными копиями ведущих производителей, как отечественных, так и импортных. Проверка проверки рознь. Плановая раз в три года. И внеплановая, с прокурором. По сигналу, по необходимости. За текущий период этого года проведено 25 плановых проверок и 18 проверок с органами прокуратуры. При этом были выявлены правонарушения в этой сфере, и материалы были направлены в суд для дальнейшего принятия решения. В клинике «Зебра» были выявлены нарушения температурного режима при хранении лекарств. И обнаружен препарат в упаковке без обосновательных данных, что относит его к разряду фальсифицированных. Ну а травмированный кот Рыжик, как и другие посетители клиники, получил полноценную помощь. Сезон «Скачек» открылся на Ростовском ипподроме. Это и соревнование, и по сути, народный праздник, на котором побывала наша съемочная группа. Открытие сезона – праздник не только для ценителей «Скачек», но и для многих ростовчан, которые приходят на ипподром, чтобы полюбоваться красивым, захватывающим зрелищем. Сначала торжественная церемония – приветственное слово руководителя области. Василий Голубев поздравляет присутствующих с началом сезона, говорит о развитии коневодства и конного спорта на Дону. В Ростовской области открыто два новых конезавода. В Целинском районе построена детская спортивная школа по программе «Газпром детям». «Газпром» выделил на эти цели 155 миллионов рублей. Вот они, секунды победы, когда всадники лошадь сливаются в единое целое. В «Скачке» на приз «Открытие» самым резвым был жеребец по кличке Торнадо из конезавода «Донской». Финиш, награждение и первые эмоции – рассказ о лошади. Хороший, ласковый, добрый, красивый. Разный, по-разному, кто как хочет. А вот что она больше любит – кнут и не пряник? Нет, морковку с яблоками. Кнут и пряник не любит. С небольшими перерывами на ипподроме прошли 9 забегов. Самыми быстрыми, по мнению специалистов, считаются чистокровные верховые лошади. Впрочем, многое зависит и от подготовки, от усилий всей команды – владельцев, тренеров, жокея. А также условий соревнований и даже погоды, настроения – лошади и всадника. Как это все просчитать? Азарт соревнований выражается в ставках на тотализаторе. Ростовский ипподром является ведущим ипподромом страны по количеству испытаемых лошадей, по количеству проведенных скачек, по количеству скаковых дней в году. Больше всех это происходит на ростовском ипподроме. Также у нас единственная работа тотализатора, где азарт присутствует у посетителей, которые могут сделать ставочку. И выигрывают? Ну, естественно, выиграют. Традиционными на арене ипподрома стали уже и показательные выступления джигитовочной группы Всевеликого войска Донского. Кони-казак – естественное, традиционное на Дону сочетание. Скаковой сезон открыт, победы продолжаются. Женские руки. У настоящей хозяйки они все время в хлопотах и делах. И даже во время отдыха они все равно находят себе работу. Об этом о простой народной мастерице расскажет наша следующая страничка. Руки сами нашли работу. Для красоты, для души. Это трудоемкое дело, вышивка нитками, бисером, стала отрадой в последние годы, когда здоровье стало подводить. Обычная женщина, воспитанная в советской стране, вспоминает свою жизнь. Я ходила в детстве в церковь. Ну, как мы ходили, как говорится. Придем, помолимся, дети. Особенно любили, как говорится, когда по субботам путья. Вот. И мы же любили. Любили прийти, потому что сладостей в детстве сильно много не было. Поэтому мы приходили. И так, чтобы я, как говорится, была верующей. Я, как и все, была и пионерка, и комсомолка. Так вот. Но сейчас именно иконы, лики святых, стали основной темой ее работ. Благое дело, говорит и батюшка. Вышивает по схемам, но иногда вносит в картины и свое понимание. Вышиваю. А вот вокруг я могу, вот вокруг вот это обрамление, могу изменить. Я могу, допустим, не так, что одна ниточка такая, одна такая. Я могу или с серебряной ниткой вышить, или с золотой ниткой вышить. Или изменить вокруг вот эту саму рамку. Не образ иконы, а саму рамку. По ходу дела мастерица испробует различные техники вышивки. Здесь я часть применила бисера, видите, часть серебряная нитка. Вот, очень мелкий крестик. Свои работы мастерица просто дарит родственникам и друзьям. И на предпасхальной выставке были представлены вышитые ею иконы. Я просто вышиваю, я считаю просто, может, как говорится, Всевышний даже руководит мною, как говорится. Что вот вышиваешь, иногда думаешь, глянь, вот что-то останавливает, что-то там, цвет там меняя бывает сама. Канонические образы сменяются картинками жизни, тем, что по-доброму радует и напоминает о своих родовых казачьих истоках. Я стараюсь чередовать, чтобы у меня были не только одни иконы, а были и цветы, и вот видите, лошади у меня есть. Потому что вот в этом году даже год лошади, правильно? Ну и казаки лошадей любят. Вот, вышивала я еще икону покрова Пресвятой Богородицы, потому что это ж казачья. Дедушка, рассказывает мастерица, был солистом в казачьем хоре. И даже в 37-м, когда многие уходили в тюрьмы и лагеря, ему за мастерство пения в Москве казачий мундир вручили. А прабабушка в Иерусалим паломничество совершила. Помнит об этом внучка и поет за работой. А иногда с подружками и народное гуляние, особенно на масленицу, затевает. А потом снова за вышивку. Ну все, раз я уже петь не могу, ухожу в монастырь, что я сяду и буду вышивать. И вот так я начала вышивать, как говорится, у меня свой монастырь. Я сижу, здесь меня никто, как говорится, не беспокоит. Я подбираю нитки, вышиваю все, что мне нужно, то я, как говорится, и делаю. Уже и детям, и всем родным вышила иконы, сочетая их со знаками зодиака, с космическими покровителями. Ну как без гороскопов сегодня? И, конечно, впереди еще много планов. На радость себе и людям. Вот такой у нас межпраздничный выпуск. Благодарю вас за внимание и желаю хорошо отдохнуть в эти красивые майские дни. С вами была Татьяна Бочарова. До новых встреч в жизни и в эфире.